Теперь движемся чуть дальше. Впрочем, приставки... Не «пре» и не «при», а к некоторым приставкам совсем-совсем древним, старым. Итак, себе! За прадедовские приставки. Прадедовские приставки. Итак, я не случайно поставил это в кафе. Прадедовский. Кто такой прадед? Это дед. Это дед просто? Это дед папа его деда. Это отец деда, правда? Это дед моего папа. Дед папа? Это дед деда. Это отец деда. Это отец деда, конечно. И значит, это не просто даже дедушка, а это... Прадед. Прадедушка. Правда? Значит, мы собираемся очень далеко назад. Да. А вот, спросите, приставка «па», она очень редкая, она старинная? Да, конечно. Па в духе. О ней мы поговорим. Что значит «ра»? Уже можем выделить эту приставку. Это не просто дед, а еще дальше. Правда? Да. Так, когда родились ваши деды? Давайте. Ну... Так, твой дед. 1900, наверное. Дед сначала. 1939. 1939 пойдет. 1927. 1927, отлично. Еще. На малышке. 1929. Не важно, я даду точно не спрашиваю. 1929. Так, еще. 1930. 1940. Сколько тогда? Это родился дед? Ровно. 40, ровно. Так. А, я не знаю. Не знаю, бывает. Еще. 1929. 1929. Еще. Не знаю, что, прибег. Тысяча девятьсот, а может тысяча девятьсот. Тысяча девятьсот тридцат, примерно. Так, еще. Наверное, 940-й, 940-й. Тысяча девятьсот сороковой, возможно, да? Правда? Может быть, 41-й. Так, еще. Не знаю. Итак, это родился ваш дед. Где? Не важно, по какой линии. По отцовской линии, по материнской. Ну, для примера. Мой дед по отцовской линии родился в 1888 году. Ему скажите 1888. А, но он уже умер? Мать уже умер. В тысяче каком? В 1888 году. Я его ни разу в жизни не видел. А сколько ему лет? Догадайся. Посчитай. А в каком-то другое нужно посчитать. Ему сейчас, наверное, двести с лишним лет. Сколько? Где-то сто, два, десять, четыре. И это не так давно. Я вас уверен. А теперь еще один шаг назад. Прадед. О, я так и знаю, как мой прадед был. Прадед. Я уверяю, что ваши прадеды родились еще в девятнадцатом веке. Правильно? Да. У меня 1909 и 1908. Прадед. Подойдет. Да. В начале двадцатого. Правда? В начале двадцатого. Да. А у меня 1837. Прадед. Не тридцать седьмом, а семь седьмом. Семь седьмом похоже на правду. Да. То есть в девятнадцатом веке, конечно, и наверняка ваши прадеды Прадеды. Родились в девятнадцатом веке. В восемнадцатом вряд ли. Прадед. И это уже родились ваши прадеды, а может быть даже прадеды. А вот в таких прадедовских местах. Мы прекрасно знаем, ну скажем, что приставка «пра» это прадедовская приставка. Почему? Потому что она в слове «продед». Потому что она есть в слове «продед». Прадед. Прапрадед. В слове «пробабушка». Правда? Прамать. У меня такой документ. У меня очень давно. Давайте запишем свое правобабушка. Это какая бабушка. Это бабушка бабушка. Это бабушка бабушка. Это бабушка бабушка. Или мама-дедушка? Дедушка? Почему мы говорили про бабушку, про дедушку, и мы говорили про маму и про папу? Ну, в принципе, мы правильно. Как вы думаете, почему мы в этих словечках выделяем приставку «правка»? Разглазалась бы приставка редкая. Очень редкая. Это вам не «про». «Про» бывает очень часто, правда? Да. «Правка» бывает редко. Поэтому мы ее задаем, что это старая приставка. Это устаревшая приставка. Это устаревшая приставка, действительно. Ты прав. Это старая приставка. Это приставка, которую мы сейчас, конечно, выделяем, но помним, что она старая, старая, старая. Старая, старая. Старая, старая. Давайте найдем еще несколько старых приставок. Наверное, выросли. Но. Пав. Пав. Паводок. Это не поводок за ледь, а Паводок. Паводок. Что это такое? Держи. Это по водопаду. Паводок. Что это типа водопада. Что то типа водопада. Это когда 1507 Так, после чего? После дождя. После дождя вода берет, поднимается, называем мы паводок. То есть это не совсем как бы вода пошла, а вот пошла вода с гор, после таяния снега, да, пошла вода. И это паводок. Обратите внимание на ударение. А сейчас есть вообще приставки ПА или вообще нет уже? Я же выделяю? Есть. Правда? Но есть в очень небольшом количестве слов. Почему я говорю, что приставки редкие? ПРА, ПА. Они редкие. Их действительно в малом количестве слов можно найти. Итак, паводок. Теперь сами сообразите, что может значить приставка в следующих словах. Какой посылок? Думаем. Это посылка? Нет, не посылка. Пасынок. Сынок. Это неродной сын. То есть сын приемный. А пайчерица неродная дочь, а дочь опять-таки приемная. Мы смело можем написать себе эти слова. Конечно, чередование ДЧ. Да? Помните. Потому что по старословянски дочь это ЧЕЙ. Или ЧЕЙ. То есть, конечно, корень там вот такой. И суффикс вот такой. ПАЧЕЙ. А ПРА язык это, наверное, неродной язык? Неродной язык, неправда. Неродной язык это иностранный. Иностранный? Нет. ПРА язык это у вас есть язык, а ПРА язык это вот... Это язык от которого наш язык. От которого наш с вами язык, скажем, образовался. Правда? Нет. Это дедушка. Это нити дедушка или прадедушка нашего языка. Хорошо? Еще. Пишем, пишем, не забываем. ПРА РОДИНА. ПРА РОДИНА. Наша бывшая РОДИНА. Да. Бывшая. Мне не нравится. Это РОДИНА, с которой мы переехали, это наша РОДИНА. Вот все не переехали. Нет. Это РОДИНА. А РОДИНА. Это РОДИНА Маши отцов. Смелее. Это Дед Маша РОДИНА. Конечно. Если угодно. Некая наша бывшая, 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 прабывшая. Да? РОДИНА. 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 Наш С вами язык, праязык, прославянский язык, на котором мы сейчас говорим, это индоевропейский язык в Далее в далеком-далеком прошлом. Очень далеком. Гораздо дальше наших с вами прабабушек и прадедушек. Правда? Да. Даже старше, 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 старше. Старше, конечно. Гораздо. А это первое, старше Китая. Так. Первое, это ручка. Индия. Это первый язык, что ли? Первый язык. Это не так важно, насколько он верный. Но все языки европейской группы и славянские языки, и германские языки, германские, это какие? Немецкие, английские, это германские языки. Он тоже восходит к индоевропейскому языку. И романские языки, а это латынь, итальянский. Правда? Помните? Да. Все индоевропейский язык. И наши с вами предки действительно идут вот сюда. Прародина наша. Это было одним дамом. Давайте еще. Прощур. Простить. Прощур. Нет, простить не пойдет. Он простить. Правда? Прощур. А тут прощур. 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 Это очень просто ящура. Похоже на ящура, согласен. Но он ящер. А тут прощур. Он похож на ящура. Он похож на ящура. Он не похож на ящура. Прощур. На чересчур. И не случайно. Как вы думаете, почему? Чересчур и пращур – это одинаковые слова по своему происхождению. Родственные слова. Мать, пращур – это по древнерусскому «чересчур». Что такое пращур? Это наш древний-древний предок. Да? Давайте запишем. Пращур – это предок. Предок. Тот, кто был перед нами, и, как ни странно, вот это «щур» «Чересчур давно» говорит тоже о предке. И когда мы говорим «чересчур» или говорим «чур меня», значит, на самом деле охрани меня предки. Понятно? Да. Так, хорошо. Итак, пращур, пращур. Ну, если есть прабабушка, то у нее есть праздники. Рады? Прадедушка. Возможность. Прадедушка. Еще. Прадцы. Прадцы. Как правило, во множественном числе это слово. Прадцы или прадцы? Что? Прадец. Что? Прадцы. Я знаю, что это такое. Как правило, множественное число. Прадцы. И удаление не переносится еще на пистану. Наши древние прадцы. Считай, что. Да? Так. Я знаю, что это такое. Это как бы очень древние наши дедушки. То есть не дедушки в колене, а больше. Конечно. Это какие-то, какие-то совсем древние, может быть, библейские. Там наши дедки. Правда? Да. Тебе родили древние. Да. Может быть. Может быть и тем. А может быть в переносном смысле. Отправиться к прадцам. Отправиться к прадцам, то есть? В небо. На небо, конечно. Поскольку там они все пребывают. Пребывают или пребывают? Пребывают. Они там пребывают. И туда пребывают. В вечном веселье. Ну или скажем, в вечном счастье, в вечном покое. Да? Наши прадцы. Да? От тебя никто и не заставляет. У тебя еще все впереди. Но ты вполне можешь разобраться для кого-нибудь. Правда? Я. Дальше. Итак, прадцы. Это тоже важное словечко. Вернемся к нашему странному пасынок и патчевицу. Итак, приставочка па. Пас. Па. Приставочка па. Тоже очень странная. Может кто-нибудь еще с этой приставкой па? Па-а-а. Папочка. Поваря. Подсказка. Поваря. Она, как правило, ударная. Поваряшка. Поваряшка. Нет. Там корень повара. Да, все хорошо. Повар. Еще. Посудина. Посудина. Пасынка. Это что такое? Пасынка. Это там, где есть человек, который ухаживает, там стоят улья, деревянные тропеды, пчелы. Пасынки ухаживают совершенно верно за пчелами. Пасынка. Это удел пчеловода. Пасынка. Почему здесь корень сек по происхождению? Сек. Сек. Его секунду там. Секунду там. Он секунду. Сечет. Он секет? Нет. Он сейчас не он? Ну, почти так. Но нет. Он дон 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 дон. Он достает дон. Он снекает всю дрову. Дрову дон. Надо сначала посечь все деревья. Правда? И потом только устроит там пасынка. С пасынком мы уже попробовали разобраться. Это вроде бы не совсем вода. Но тем не менее поток воды серьезный. Пасынка это где не совсем секунду. Правда? Деревья. Пасынка это не совсем дочь. Пасынок это не совсем сын. Пасынка это не совсем сын. Пасынка это не совсем вода. И если пойдем дальше, даже и в слове память. Мы сможем пунктиром выделить эту приставку. Когда там была память. Подумайте сами.